Здравствуйте! Это Международные новости в студии Инесса Буланкова. Сегодня подведем итоги минувших семи дней. Поговорим о главных событиях недели. В Иерусалиме впервые за всю историю Израиля прошло важное духовное событие мирового масштаба. В самом сердце Святой Земли провели национальный молитвенный завтрак. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что его фильм о российском президенте Владимире Путине направлен на развитие взаимоотношений России и США. В Москве состоялось событие мирового масштаба. На игры победителей съехались свыше 500 детей, победивших РАК. В Иерусалиме впервые за всю историю Израиля прошло важное духовное событие мирового масштаба. В самом сердце Святой Земли провели национальный молитвенный завтрак с участием президента Израиля Риуэна Ривлина. В нем приняли участие свыше 550 делегатов, представителей евангельских конфессий из разных стран. Среди них США, Азия, Великобритания, Венгрия, Чехословакия, Польша, Сингапур, Южная Корея, Россия, Украина и другие. Это событие проводили в честь 50-летия освобождения Иерусалима. Сорганизатором молитвенного завтрака выступил телеканал ТБН. Он на протяжении более 10 лет работает на территории Израиля, прилагая все усилия для созидания государственности страны и призывая всех христиан молиться за мир в Иерусалиме и благословлять еврейский народ. Телеканал ТБН на встрече с израильским лидером представила президент телеканала Виктория Никитина Шин. Граждане свыше 50 государств присоединились к интересному международному проекту «Почитаем Пушкина», который организовало Россотрудничество. К этому моменту прочитаны уже сотни самых разных произведений писателя. Пользователи записывали видеоролики со своей декламацией пушкинских стихов по-русски, а потом публиковали их в соцсети. В числе участников оказались и чтецы-декламаторы, и люди, приготовившие настоящие театральные постановки. Наиболее популярным оказалась знаменитая «Улукоморья». Его знают в Турции, Японии, Австралии, Эритрее, Узбекистане и КНР. Сотрудники агентства заметили, что число размещенных видеороликов и позитивных откликов доказывает большой интерес в мире к проекту, а следовательно и к русскому языку и литературе. Напомню, 218 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили во всем мире 6 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что его фильм о российском президенте Владимире Путине направлен на развитие взаимоотношений России и США. Режиссер отметил, что для Соединенных Штатов критически важно понять другую точку зрения. Телевизионный показ фильма «Интервью Путина» начнется в День России. В промо-ролике российского лидера называют самым влиятельным человеком в мире. Вопросы президенту Путина в фильме, съемки которого растянулись на два года, задавались самые разные. И вот теперь режиссер, обладатель трех Оскаров, готов показать результат. Фильм будет транслировать американский телеканал «Шоу Тайм». Певица Ариана Гранде посетила больницу Манчестера, куда направили пострадавших во время теракта на Манчестер-арене. 12 ребят с многочисленными осколочными ранениями были отправлены в Королевский детский госпиталь Манчестера. Каждому из них артистка уделила время и вручила автографы и подарки. Напомню, 22 мая на стадионе Манчестер-арена, где выступала Гранде, прогремел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения. Оправившись после трагедии и вернувшись в Манчестер, Ариана также отыграла благотворительный концерт, на котором выступили Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Мали Сайрус, Кэти Перри и многие другие. Более 50 тысяч зрителей пришли на шоу «One Love Manchester». Билеты на концерт были распроданы за 6 минут, ну а все вырученные средства пошли в чрезвычайный фонд «We Love Manchester», который помогает родственникам погибших, а также пострадавшим в трагедии. Подвиг во время теракта. Одной из восьми жертв террористической атаки в Лондоне стал гражданин Испании Игнасио Эчеверия. Он погиб, пытаясь спасти от террористов женщину, передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел и сотрудничество Королевства. В день теракта мужчина возвращался со своими друзьями из парка, когда увидел одного из нападавших, пытавшегося убить девушку. Испанец отвлек террориста и ценой своей жизни защитил незнакомую женщину. Еще одним героем сегодня называют фаната футбольного клуба «Милол». Ролл Лернер получил восемь ножевых ранений при сопротивлении вооруженным террористам, которые ворвались в один из лондонских ресторанов. Об этом сообщает издание «The Sun». Мужчина бросился на террористов и дал другим посетителям время скрыться. Позже Лернер был госпитализирован в критическом состоянии, однако сегодня он уже идет на поправку. В США мужчина запрыгнул в движущийся автомобиль, чтобы спасти водителя. В Леносе прохожий спас жизнь водителю автомобиля, у которого случился припадок. Как сообщает Associated Press, Рэнди Топкинс ехал в своем пикапе, когда заметил машину, которая выехала не на ту полосу дороги и двигалась прямо к нему. Он остановил свой пикап, выбежал из него и через боковое окно буквально запрыгнул в медленно движущийся автомобиль. Внутри машины он немедленно оказал первую помощь незнакомцу. Этот инцидент зафиксировала камера, установленная в полицейском автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов похвалили 39-летнего Томкинса за его героическое поведение и за то, что он пришел на помощь совершенно незнакомому человеку. В России известный актер Владимир Машков выступил в неожиданной роли, сообщают вести. Вместе с другими автомобилистами он спас целое семейство уток. Их обнаружили на оживленной трассе в центре Москвы. Поначалу выловили утят из-под машины и положили в багажник, однако поймать родителей было не так-то просто. Другие автомобилисты и полицейские, заметив происходящее, тоже присоединились к спасательной операции. Пришлось даже бежать за сачками в рыболовный магазин. Весь процесс по спасению птиц посреди Ленинградского проспекта в Москве занял почти три часа. В итоге, когда все утяное семейство удалось собрать вместе, неравнодушные автомобилисты отвезли их и выпустили на Химкинском водохранилище. В Москве состоялось на этой неделе событие мирового масштаба. Ежегодно в российскую столицу съезжаются участники Игр Победителей из многих регионов России, а также из 15 стран мира. Этот реабилитационный проект фонда «Подари жизнь» помогает детям, которые провели в больнице месяцы и даже годы, вновь поверить в себя, перебороть страх и неуверенность, поставить цели в жизни и обрести силы для их достижения. В этом году в числе участников более 500 человек. В течение трех дней дети соревновались в шести видах спорта – легкая атлетика, настольный теннис, плавание, стрельба, футбол и шахматы. Кроме того, для ребят и гостей праздника работал городок развлечений – творческие мастер-классы, спортивные игры, батуты, караоке и аниматоры. А каждый день соревнований заканчивался праздничным концертом. Гостями Игр Победителей традиционно стали звезды спорта, кино и музыки. Российский благотворительный фонд «Подари жизнь» проводит Игры Победителей уже восьмой год подряд. И с каждым разом в этом празднике с жизнью участвует все больше детей, победивших рак. Далее в выпуске новости культуры обзор самых интересных событий из мира искусства предоставит моя коллега Анна Коваленко. Здравствуйте к новостям культуры. Пушкинский музей открывает одну из главных выставок года – проект «Венеция Ренессанса» Тициан, Тинторетто, Веронеза и собрание Италии и России. Как сообщает РИА Новости, экспозиция представит 23 первоклассных работы трех величайших живописцев. В Москве эти шедевры будут собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии. Соломея Тициана – самая выдающаяся работа на выставке, а сам мастер – старший из представленных художников, основатель венецианской школы. Иудейская царевна Соломея держит в руках под нос головой Иоанна Крестителя, казненного по ее просьбе. В картине нет драматизма, который обычно присутствует в изображении сюжета. Паула Веронеза – самый младший из троих художников, представленных на выставке. Веронеза был родом из Вероны, но, получив престижный заказ в Венеции, обосновался в этом городе. Тинторетто – это прозвище, которое обозначает «маленький красильщик», поскольку художник происходил из семьи красильщиков тканей. Получал за свои шедевры скромную плату. Его «Тайная вечера» была написана для церкви Сан-Маркуола, где находится и по сей день. Это редкий случай, когда картину такого размера, художественного уровня и известности привезли на временную выставку. Полюбоваться на шедевры мастеров эпохи Ренессанса могут все желающие. Еще одна выставка готовится к открытию в Германии, сообщает портал «Культура». Документы или паспорт современного искусства – так именуют крупнейшую международную выставку. Проходит она раз в пять лет, начиная с 1955 года. 14-е по счету документа впервые разместится в двух городах – Кассели и Афинах. Основная часть выставки – учиться у Афин. Афинская часть начала свою работу в апреле. Открытие в Касселе намечено на сегодня. В настоящее время происходит монтаж центральной части экспозиции. Это пантеон книг – символ борьбы с преследованиями, которым подвергаются писатели в разных странах. Документу всегда отличала острая реакция на события в мире. Кроме цензуры, в этом году художники будут говорить о миграции и потере дома. Работы на эти темы специально для выставки создают 160 авторов. С прилюди и Баха началась в Нью-Йорке благотворительная акция проекта, «Синг for Hope» – песня Надежды. Как сообщает портал «Энто ДТВ», профессиональные музыканты и любители сыграли произведения великого композитора на 60 красочных пианино. Инструменты были расписаны разными художниками. После такого импровизированного концерта все пианино разместят на улице в городских парках Нью-Йорка. Любой желающий сможет вдоволь поиграть на инструменте, а окружающий насладится музыкой. Общественные пианино будут стоять на улицах города две недели. Потом их передадут школам. Благотворительный проект «Песня Надежды» существует уже несколько лет. Его цель – вдохновлять и объединять людей с помощью музыки. На этой неделе итальянские археологи обнаружили при помощи очень тонкого лазаря в римских катакомбах Дометилы уникальные фрески, позволяющие понять, как языческая знать массово переходила в христианство, пишет Благовест.Инфо. В центре потолочной фрески изображен Иисус Христос, сидящий на троне. С обеих сторон изображены, как полагают ученые, либо святые апостолы Петр и Павел, либо мученики Нерий и Ахиллес – римские воины, принявшие христианство. Также на сводах изображены различные библейские сцены. Изображение датируется примерно 360-м годом нашей эры. Фрески сочетают в себе языческую и христианскую символику. На Кипре восстановили храм христиан-маронитов XIV века. В столице Кипра на средства Евросоюза восстановлен христианский храм XIV века Святой Марины и передан местной скромной и малочисленной общине христиан-маронитов, сообщает христианский портал Инвиктори. Иосиф Соев, маронитский архиепископ, возглавил крестный ход к обновленному храму с пением гимнов и псалмов на арамейском языке. Причем в шествии приняли участие послы стран Европы и представители ООН. Это знаковое событие пробудило надежду на скорое возвращение христиан-маронитов в их древнее поселение, которое сейчас пустует и частично огорожено, поскольку все еще находится на территории военной базы. Пока маронитам дано лишь разрешение на богослужение в реставрированном храме по воскресеньям. До того, как это поселение было захвачено под военную базу, здесь многие века мирно жили вместе турки-киприоты и христиане-марониты. Целью нынешнего проекта реставрации храма Святой Марины было возвращение детей и внуков христиан-маронитов к их наследию и корням для восстановления их самосознания и укрепления их веры Христовой в том самом храме, где молились поколения их предков. Стихийные бедствия ранят душу, но упование на Бога помогает оправиться от боли. С такими словами, Папа Франциск обратился к 400 детям из центральной областей Италии, пострадавших от землетрясений, сообщает Благовестинфо. Они приехали в Ватикан на специальном поезде «Красная стрела-1000». Это уже пятое по счету детское паломничество, организованное Папским советом по культуре. На этот раз тема встречи с Папой – хранители творения. Дети рассказали, что произошло во время землетрясений и рассказали, как быстро были восстановлены школы. Папа призвал не терять доверие к Богу, который поможет оправиться от боли. Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил во вторник божественную литургию. Водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области, передает Благовестинфо. Предстоятель Русской Первославной Церкви отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг. Патриарх также вознес молитвы о мире, спокойствии и процветании российской земли. Великорецкий крестный ход – один из самых продолжительных и древних в России. Он проходит ежегодно с 3 по 8 июня и собирает десятки тысяч паломников. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в подворье Трифонова мужского монастыря села Великорецкое. В начале июня в Духовно-административном центре Ташкентской узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополитического округа Русской Православной Церкви прошла презентация первого полного перевода Библии на узбекский язык, сообщает христианский портал Инвиктори. Мероприятие было организовано библейским обществом Избекистана при участии Института перевода Библии. Издание является результатом почти 25-летней работы, в которой принимали участие профессиональные лингвисты, переводчики, филологи и богословы. На сегодняшний день Библия является самой издаваемой и читаемой книгой во всем мире. Ежедневно печатается около 33 тысяч экземпляров этой книги на разных языках. Всего в мире насчитывается около 6900 языков. Впервые за 30 лет в США приедет хор Сикстинской копылы, широко известный под названием «Папский хор», и выступит в Нью-Йорке и Вашингтоне, а в заключении в оперном театре города Возрождения Детройта, сообщает Благовест.Инфо. Выступление хора в США организовано компанией Corporate Travel и архиепископством Детройта, города, прославившегося как город Возрождения. Хор Сикстинской копылы, состоящий из 20 мужчин и 35 мальчиков, как раз специализируется в музыке эпохи Возрождения благодаря самоотверженному труду и таланту его нынешнего хормейстра Монсеньора Массимо Паламбелла. Выступления хора пройдут в трех городах США. Первое выступление состоится в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке 16 сентября. Второй концерт пройдет в Национальном храме Непорочного зачатия в Вашингтоне. Ну а заключительное выступление состоится в оперном театре Детройта 23 сентября. Так выглядела неделя глазами наших корреспондентов. Спасибо, что были с нами и до встречи в понедельник. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»